Страны Северной Европы всегда занимали особо последовательную позицию и в НАТО, и в других объединениях по защите интересов Украине и помощи ей в защите собственного суверенитета. Первая виртуальная встреча в этом формате состоялась 25 февраля, на следующий день после открытого российского вторжения в Украину. Фрая и первая личная встреча прошла уже 15 марта в Великобритании. Ее открывал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда еще на фоне нечеткой реакции некоторых стран НАТО на вторжение в Украину, Киев искал любые другие форматы, которые бы позволили защитить себя. НАТО – альянс, который, похоже, или некоторые его члены закимпатизированы агрессией России. Сегодня саммит снова открывает украинский президент, но настроение у него другое, ведь помощь Украине с тех пор значительно увеличилась. Безопасность Украины – это безопасность для всех наших стран. Поэтому для меня большая честь пригласить моего хорошего друга Владимира Зеленского к слову. Российскую агрессию может и должен постичь крах. И наше задание сейчас – ускорить это. Премьер-министр Норвегии, господин Стере, я прошу вас продолжить вашу оборонную политику Украины в следующем году, как минимум на том же уровне, что и в этом. НАСАМС, которые уже предоставлены нам, существенно усилили нашу защиту. Я благодарен вам за это и прошу увеличить поставки таких комплексов и ракет к ним. Госпожа министр обороны Нидерландов, госпожа О. Лонгрен, чтобы наши оборонные операции были успешными, мы нуждаемся в современной бронетехнике. Прежде всего, в танках. В этот момент все эти разговоры в пользу России, когда они смогут перегруппироваться, чтобы атаковать Украину более безжалостно. Поэтому Украина должна нам говорить, что ей надо. Не мы должны что-то говорить Украине. Формат Joint Expeditionary Force должен и может работать как дополнение к НАТО, но ни в коем случае не конкурировать с ним. Участники встречи выражали поддержку Украине, а идея о необходимости предоставления России неких гарантий безопасности вызывала улыбки. Я не думаю, что какая-либо страна НАТО или Финляндия и Швеция, которые не в НАТО, планируют атаковать Россию. Их опасения, что им угрожают – нереальная проблема, в то время как опасения Украины и Европы реальны. Пока будет длиться война, пока Путин не заявил, что он выводит войска, я думаю, здесь не о чем говорить. Ключи от мира находятся в руках Москвы, но она их не использует. Россия может установить мир мгновенно. Просто приняв очень лёгкое решение – вывести войска и просто стать нормальным, цивилизованным членом международного сообщества. Сейчас мы должны говорить о наших гарантиях безопасности. И в первую очередь о гарантиях безопасности для наших друзей в Украине. Итоги встречи позитивны для Украины. Нидерланды уже потратили около 1 миллиарда евро на оружие и военные возможности Украины. Сейчас мы планируем помощь на следующий год. Мы опасаемся, что эта война будет продолжаться. Это значит, что мы будем всё более и более вовлекаться, как мы уже это делали с Чешской республикой по ремонту танков, которые были предоставлены Украиной. То, о чём говорил президент Зеленский. Это то, что мы делаем, и то, что мы будем делать в следующем году. И столько, сколько это будет необходимо. Я бы хотел подчеркнуть, что надо создать политическую перспективу интеграции в НАТО для Украины. Я думаю, что у нас будет очень хорошая возможность показать, что наши слова что-то значат. Я имею в виду обещание оставить двери НАТО открытыми для Украины на саммите в Бухаресте 14 лет назад. Наши обещания должны соблюдаться. Сейчас вопрос в том, чтобы найти оптимальную формулу того, как предоставить Украине чёткую перспективу интеграции. Виталий Сизов из Риги для телеканала Freedom.